Данная встреча была запланирована еще зимой прошлого года, после того, как на имя Геннадия Гагулия поступило официальное письмо от президента торгово-промышленной палаты КНДР с предложением об установлении сотрудничества между палатами двух республик. Минувшим летом абхазская делегация посетила Пхеньян. В августе этого года мы посетили столицу с официальным приглашением, принимающей стороны, с трехдневным рабочим визитом, в рамках которой мы подписали официальное соглашение о двустороннем сотрудничестве с торговой палатой КНДР. Мы посетили ряд предприятий, ознакомились не только с историей культуры и о том, как живут наши уважаемые коллеги. Визит в Северную Корею стал крайне полезным для абхазских специалистов. Как оказалось, вопреки распространенному в мире мнению, КНДР есть что предложить другим странам в контексте сотрудничества. С ответным визитом сегодня в Абхазию прибыла делегация, у которой есть что рассказать и прежде всего предложить бизнес-сообществу Абхазии, при том, что главная основная цель, которая не преследует, это увеличение товарооборота. Дело в том, что между Абхазией и КНДР товарооборот существует. И только за 2017 год товарооборот составил 4,5 миллионов рублей. А за полгода всего года товарооборот составил почти 1,5 миллиона рублей. Данные значения товарооборота между республиками невелики. Однако само их наличие говорит о развитии экономических отношений. О том, что возможно предпринять в указанном направлении, говорил президент Торгово-промышленной палаты Корейской Народной Демократической Республики господин Рюхинчхор. Трудничество между нашими палатами уже началось с 2017 года. Многие компании хотели включиться в нашу телегацию, но, как вам известно, как вы тоже знаете, конец года. Поэтому, к сожалению, многие остались в Корее, но они захотели прийти. Особенно компания, которая занимается строительством, они хотят отправить свою рабочую силу туда, в Абхазию. Корейским партнерам Абхазия интересна также в плане своих экзотических продуктов. Большое внимание привлекает киви и другие произрастающие здесь плоды. Рассматривается вариант открытия производства по переработке товаров для поставок за рубеж. В свою очередь специалисты из КНДР готовы предложить нам омолаживающие чаи, целебные зубные пасты, текстильную продукцию, традиционные сувенирные изделия и многое другое. Сейчас мы производим более 70 видов продукции, таких как чай для здоровья. Но самое главное, они производят зубные пасты, таких не бывает в мире. Поэтому они хотят, эти пасты пользуются большой популярностью в Китае. Поэтому в этой области они хотят делать сотрудничество. В ходе встречи абхазские бизнесмены говорили о своей заинтересованности и готовности к сотрудничеству. Мы готовы к сотрудничеству. Если будут желания, то, что мы налаживаем продукцию или какие-то интересные идеи, будем вместе с сотрудничеством готовы. В рамках визита делегации из КНДР в Абхазию запланирован ряд официальных встреч с представителями различных государственных ведомств и бизнес-компаний. Амелия Сатурян, Торни Камичба, Абаза ТВ Амелия Сатурян, Торни Камичба, Абхазия ТВ